Туда куда направляют, и это очень опасно. И ведь такая небольшая деталь. Госдепт именно сейчас объявил, что организует на Украине спецпоказы фильмов об американских ценностях. И тут все очень просто. Голливуд очень мощный инструмент продвижения идеи. При том, что одновременно в Америке Нью-Йорк Таймс выходит со статьями о том, что американские ценности уживаются с безработицей и недоступностью медицины для цветного населения. Что сама система голосования до сих пор оставляет за бортом не белых избирателей. То есть то, что в принципе всегда считалось советской пропагандой, вдруг оказалось правдой. То, что сейчас ООН называет системным расизмом. Да, о нем фильмы тоже снимали. Но таких режиссеров называли агентами Кремля. И это уже похоже на невыученный урок. Ведь Миссисипи в огне Паркер снял не вчера, а в результате полыхает сегодня. И в этом не нашли ни нашего ни китайского следа. Хоть и искали. Эти беспорядки явно отличная карта перед выборами. Кто ее лучше разыграет, непонятно. Чем вообще закончится эта культурная революция и что останется от американских ценностей тоже. Трамп прекрасно понимает, что идет настоящая культурная война, которая может разделить нацию, если говорить категориями убеждений, на север и юг. Уже снесен даже памятник автору американского гимна Фрэнсису Скотту Ки. Да, нам непонятно, почему так жестко и почему именно сейчас. Не непонятно именно потому, что мы это прошли на сто лет раньше, после революции 17-го. Мы, как и Америка, объявили себя плавильным котлом. И наш котел плавил. На равных правах женщин и мужчин. Большие и малые народы. И в хорошем, и в ужасном. Всем доставалось по ложке. И эти уроки мы помним. Американский котел варил по-другому. Не хуже, не лучше. Но полученное блюдо именно сейчас объявили непригодным. И Трампу ничего не остается, как именно сейчас объявлять. Социализма не будет. Не бойтесь. И его не слышат, потому что не социализма боятся. А бьются собственной историей, объявляя учителей преступниками. Это не детская болезнь ливизны, но болезнь, которая может разрушить весь организм. Потому что нет рецепта, какие американские ценности поставят на постамент вместо снесенных памятников. Да, пока главный тензис – черные жизни важны. Но даже вице-президенту Пенсу не дают во время интервью произнести «важны все жизни без исключения». Это сейчас тоже считается расизмом. И пока конца у этой культурной революции не видно, и никто не примеряет на себя даже не наш опыт столетней давности, который культурной революцией не называли, а хотя бы китайский, когда страна после культурной революции приходила в себя бесконечно долго. И ведь до сих пор понятие «враги Америки» включало в себя самое страшное обвинение. Они покушаются на нас, образ жизни. Мы должны его защитить. И теперь непонятно, некому ответить, что защищать и что защищали. Да, по законам Голливуда всех должен сейчас спасти крутой американский парень. Но Трампу уже объясняют – вы не можете принимать жестких решений. Сегодня первый его предвыборный митинг после вируса в Оклахоме. Впереди марш миллионов, когда на Вашингтон ради борьбы за права черных эти миллионы пойдут. И достаточно малейшей провокации – одного неуравновешенного с ружьем. такого же, как Севиодин, стрелявший утром по толпе в Миннеаполисе для полного хаоса, при том, что полиция деморализована. Антон Пономарев пытался понять, кто сделает следующий шаг в этой игре на выбывание. Ведь даже если Трамп не помнит уроков истории, он не может не знать. Судя по опросам, уровень счастья американцев опустился на тот же минимум, что и в 1972 году. И это как раз разгар войны во Вьетнаме и начало импичмента Никсона. Презумпция виновности. После смерти Джорджа Флойда этих офицеров не спасет ни видеофиксация, ни поведение уснувшего с рулем пьяного Рейшарда Брукса. Вы слишком много выпили, чтобы управлять машиной. В наручники Брукс надеть отказался Гаррет Рольф, преследуя вырвавшегося мужчину, а тот успевает забрать и выстрелить из полицейского электрошокера, открывает ответный огонь и дважды попадает. Напарник стрелявшего Рольфа Дэвин Броснан тоже обвиняемый на грани сенсационной сделки со следствием. Прокурор у обоих полицейских черный. Напарник Рольфа будет первым, кто намеревается свидетельствовать против коллеги из своего же отдела. Закусочную, возле которой застрелили Брукса, тут же сожгли. Атланта на время стала вторым Миннеаполисом. Десятки полицейских и здесь и по всей стране отказываются работать в таких условиях. Дональд Трамп под давлением соглашается на реформу полиции. Но запрещает в итоге только задерживать удушающим приемом. Надеюсь, с офицером Рольфом поступит по справедливости, потому что нельзя вот так оказывать сопротивление офицеру полиции. Он действовал по уставу, но уже экс-полицейскому сейчас грозит что-то среднее между пожизненным заключением и высшей меры. Брукс шел на контакт, отвечал на вопрос, дал тест, но офицер не отпустил его домой, хотя мог это сделать. Полицейский не стал проявлять участие, с этого все началось. В переводе с адвокатского «не проявил участие», значит, просил соблюдать закон, но сделал это без уважения, без учета сотен лет рабства. Как надо, подает пример Миннеаполис. На месте гибели Джорджа Флойда, сегодня тут уже о виню его имени, проводят обряд крещения баптисты за святость. Место они отвечают, чудеса гарантируют. Люди ищут спасения, крестятся, исцеляются и освобождаются. Прошлой ночью человек избавился от 20-летней проблемы со спиной. Последствия травмы исчезли мгновенно. Да, в США зреет настоящая коммунистическая революция. А что же у нас в этой самой убогой России, а у нас в стране задерживают чекисты-коммунистов, в частности, Николая Платошкина, который, не мешая вести программу, который агентирует против поправок в Конституцию. И более того, Навальнято уже обещали выйти на улицу сразу после первого числа и заявить о своем несогласии с якобы голосованием по поводу Конституции, а на самом деле узурпации власти Владимира Путина еще на 12 лет. У них там в США были рабы, а у нас крепостные в этой угодной блядской стране, которая парад победы напоминает фашистское капище. Эх ты козел. Ну что, я не мешаю программу. Это ты козел. У нас типичное фашистское государство во главе фюрера Путин. Ну что, я не мешаю программу. Не мешай мне. Вот вообще идиот. Не мешай мне. Не мешай. Прижать пора. Психушек. Ну не мешай мне. Вот мать моя выступает, блин. Мать, чуть программу не срывает. Ебнулась моя мать. Криво-шесть Анатольевна, учительница школы номер 170. Города Самара. Ебнулась окончательно. Ну, блин. Ну что, я программу веду? Так вот. Ну, проблема с матерью я вроде в стране, вроде ушла. Поэтому мы начинаем программу. Вперед в 1945-й. Как Путин писал статью о Второй мировой войне. Оказывается, пока мы были на карантине, Путин не занимался фигней, а занимался подтасованием исторических фактов, где Советский Союз виновен, наряду с Гитлером, в развязывании Второй мировой войны. С тем, чтобы разжигать Третью мировую, естественно. Его статья называется «Настоящие уроки Второй мировой войны». А данная статья была опубликована в американском журнале National Interest, где главным редактором работает вполне лояльный для Путина человек Дмитрий Саймс. Тот самый, который крутит на фетоканалах с тем, чтобы он освещал события в США в нужном для Кремля ракурсе. Если бы не Дмитрий, статья не была бы опубликована, просто потому что не выдерживает никакой исторической критики. Но давайте разберемся по полочкам. Начал Путин с того, что СССР спас мир от нацизма, хотя и сам исчез. О как! Естественно, он не от победы над нацизмом, а из-за проигрыша в холодной войне Соединённым Штатам Америки. Я ведь напомню, что произошло в 80-х годах 20-го века, даже лютые, казалось бы, коммунисты, партийцы и агенты КГБ слушали иностранную музыку, надевали джинсы, охотились за иностранной техникой не для государства, а тем, чтобы какой-нибудь магнитофон притырить западный, поставить у себя в квартире и крутить западный фильм, ну или музыку. Но, грубо говоря, продали за жвачку. Это было тогда. А Путин как раз из числа таких габистов был, я напоминаю. Так, что чья бы корова там мучала. Ну, это всё так, лирическое моё отступление от статьи. Путин задался вопросом в статье, а способны ли нынешнее поколение столь же беззаветно сражаться за Родину? И отвечает, да. Притом Путин пишет, что сражаться за Родину, надо, что сражаться за Родину. То есть, а не за государство. Как ловко он манипулирует. Он снова сознаёт, что за государство, которое он выстроил за 20 лет, никто, нахрен, сражаться не пойдёт. А за Родину, если приспичат, то пойдут. Как это бывало не раз. Правда, переспичат... Что-то у вас, я написал, переспич... Правда, приспичивало сражаться за Родину как раз тогда, когда были... Просчёты руководителей... Правда, приспичило сражаться за Родину как раз тогда, когда были просчёты руководителей государства. Тут можно что вспомнить? Сталина с его речью, люд малой кровью, да на чужой территории, и Александра Первого... А здесь он при чём? А, да, заключившего, конечно же, Терезийский мир прямо перед началом Отечественной войны 1812-1814 годов. Дальше Путин пишет статье, что победа принадлежит всему советскому народу, всем 15 республикам СССР. Ой, ну я прям так и хочу спросить Владимира Владимировича, сколько таджиков или узбеков он лично поздравлял с победой? Слава телеграммы. Или что, Среднеазиатские республики не достойны праздновать победу, что ли? Вместе с Путиным. А Путину парад подавай. На Путину, на парад победы, подавай западных лидеров. Зачем? А чтобы ещё раз упрекнуть их в развязывании Второй мировой войны и вновь обелить таким образом СССР и себя родненького. А себя родненького поставить судьёй истории. Досталось в этой статье и Польше. В этой статье Путин пишет, Польша это цитата государства, с которой началось вторжение в Советский Союз, Третьего Рейха. А значит, Сталин был прав. Был прав. Подписывая договор с Гитлером, тот самый пакт о ненападении, по которому Савок вместе с Третьим Рейхом, вот не против Третьего Рейха, а вместе с Третьим Рейхом напали на Польшу. Что оставалось в Польше таким образом? Правильно убивать советских солдат, естественно, сражаясь за свою родину. Убивать и советских, и немецких. Ну, да. Ну, а добровольно принудительно вступить в СССР? А, ну еще да, добровольно принудительно вступить в СССР. К этому Сталин принуждал польских политиков. На Польше выбрало путь отстаивания своей независимости перед Третьим Рейхом и Советским Союзом. Но отстоять на два фронта независимость Польши не получилось. А если бы СССР действительно пошел бы на помощь Польше, а не заключил бы союз с Гитлером, не стал бы захватывать польские территории, то и войны бы с такими ужасающими потерями глядишь бы и не было. Это все документально подтверждено с секретными протоколами, по которым Штаты и... По которым... Штаты, да. Говорочка по Фрейду, думаю о другом. По которым Сталин и не хотел вовсе помогать Польше, а хотел ее расчленить. Что и было сделано, кстати говоря. А дальше Путин пишет, а Сталин и вот что. И о его решении войти в Польшу 11 сентября, 1939 года, что, дескать, так и надо. Это позволило спасти миллионы людей от геноцида. Это не так. Когда СССР вошел в Польшу, после этого СССР получил, во-первых, враждебное население к себе, а во-вторых, 22 июня 1941 года поляки сделали свой выбор. Они примкнули Гитлеру и пошли штурмовать Брестскую крепость. Которая, кстати говоря, до раздела Польши принадлежала вовсе не СССР, а была польской территорией. Ее отбили у Польши. А потом так ирония судьбы сложилась, что пришлось уже крепость отстаивать самим советом. Ну и, да, поток Польши, Польша, естественно, поляки, то не Польша, поляки, примкнули к Гитлеру и пошли захватывать не только Брест, но и Минск, Киев, Могилев, ну и дошли до Москвы, что уж говорить. А если бы Сталин не захватил часть Польши, то, может быть, поляна, а, Польша и встала бы на защиту, поляки, может быть, поляки, если бы Сталин не захватил часть Польши, то поляки, может быть, и вступили на защиту Советского Союза, или как прибежительно его называют, Савказ радует. Но не тут-то было. Потом Путин описывает присвоение Прибалтики к Советскому Союзу, назвал его абсолютно законным, потому что там проходили выборы, ха-ха-ха-ха-ха. Да, действительно, там проходили выборы, но перед этим в Прибалтику прошли вооруженным маршем танки Красной Армии, которых в Прибалтийские страны, естественно, не звали, которые зачищали всех неугодных, всех тех, кто митинговал, и даже, более того, в одном из выпусков предыдущей программы я рассказывал, как в 1938 году было настоящее вооруженное сражение за Вигу. То есть это действительно была оккупация Прибалтики страны СССР. А Путин сейчас пишет, что никакой оккупации не было, что были честные и свободные выборы. Ну да, ну да. Мы все прекрасно видели честные и свободные выборы в 2018 году, когда главного конкурента Путина, Навального, отстранили от них. И даже коммунисту Грудинину шили деньги за то, что он якобы там в швейцарских банках хранит украденное золото. Тогда даже советские солдаты, ну, советские солдаты, офицеры, чекисты, понятно, даже нагло вывезли у Прибалтики мебель. Но это разве похоже на добровольное присоединение? Нет, конечно. Потом, после выборов, всех в Прибалтике русскулачили. Естественно, они имеют зуб. Бизнесмены тех лет потеряли свои бизнесы. И как поляки примкнули Прибалтийцы Гитлеру и пошли мстить в Москве, пошли на Ленинград вместе с Вермахтом. За это Кремлю в годы Второй мировой Прибалтика воевала по сути в составе Вермахта. Главный вывод из статьи Путина состоит в том, что Россия готовится к войне. С кем спросите вы? А со всеми сразу. И как бы только это плачевно не закончилось для самой Российской Федерации, так же печально это все закончилось для Российской Империи. Первая мировая закончилась печально. А для Советского Союза закончилась печально война холодная. Ну что ж, для Российской Федерации очевидно плачевно закончится война с историей, с подделанным фактов. Война информационная плачевно закончилась для Российской Федерации, которая развязнута была самим Путином в угоду его желанию вновь поделить мир, как Сталин, Рузвельт и Черчилль в Второй мировой. На Украине допустили удар новой ракетой по кораблям в Новороссийске. Правильно, давно пора ударить по скоплению сил врагов Украины новой ракетой. Как говорит Трамп с супер пупер ракетой военный эксперт Михаил Жирков в статье для Деловой столицы не назвал Дольче Вейли. Есть такое издание в Киеве, ну так вот, в Деловой столице в интервью он заявил, что новая крылатая ракета Р-360 комплекса Ментун может вдалить по агрессору и оккупанту в Новороссийске из-за названия понятно, что Р- это ракета А-360 это не на столько градусов она может работать. То есть диаметр отсюда то есть это его полный диаметр отсюда эффективность этой ракеты и надежность. Появление Нептуна в Азовском море открывает перед Украиной возможность поражения целей вокруг Крыма и на самом полуостре вдарим по крестнику Сергею Копычку ракеты Нептуна там находится в Крыму в Сагу. Так что держитесь оккупанты к вам в Крым залетит скоро украинская ракета да не одна и в Новороссийск тоже полетит если надо будет. Головка самонавидения украинские ракеты имеют большую помехозащищенность и лучшие характеристики чем у российского аналога ракеты Х-0 Х-335 но не все так радужно на Украине у которой есть теперь прекрасная супер пупер как говорит Трамп ракета дело в том что в худшую сторону изменилось финансовое состояние Украины Павлоградский химический завод на котором для Нептуна делалось твердое топливо прекратил свою работу и выгнал более 700 высокопоставленных специалистов которые ковали оборонительный щит Украины и позволили Москве въехать на танках шахтеров и трактористов в кавычках в Киев надо конечно вновь запустить завод о чем думает Зеленский непонятно и это конечно проблема на этапе серийного производства ракет Нептун этих убийц Черноморского флота России и его вражеской Азовской флотилии Жарков еще заявил что надо вести более агрессивную политику в Черном и Азовском море но Зеленский похоже находится в депрессии его коалиция в ради разваливается а сам он и это видно по глазам мечтает вернуться к актерскому мастерству где его конечно все любили да еще как да еще и Порошенко то обходит Зеленского по рейтингу еще год назад такого представить невозможно было но вернемся к ракете крылатая ракета весит 150 килограмм дальность ее пуска составляет 280 километров скорость 900 километров в час трепещите Россия скоро мы вас зачистим своими ракетами но в российском НИИ уверен что Нептун представляет собой версию советских ракет а их Х-35 якобы современная российская ракета ха-ха-ха-ха-ха все делалось в СССР как в России так и в Украине но Россия конечно же превосходит в глазах членов корреспондентов Российской Академии наук украинские образцы ракет тоже мне нашли чем мериться ракетами как в бане писюльками мерятся так и Россия с Украиной мерятся ракетами умных мыслей к сожалению ни там ни здесь нет поэтому для кого-то увы а для кого-то в радость нет активных принятий в Донбассе стороны конфликта увязли на линии фронта и таким да новая ракета нужна для прорыва фронта на Донбассе и в Крыму но надо кстати отбить Крым уже действительно но на Украине в отличие от России нашли клад Бандеры там нашли документы сороковых годов которые подтверждили все то что я сказал в предыдущей новости про советскую оккупацию при Балтике про сотрудничество с Гитлером и на вырученные деньги от этого клада потому что документы украинская страна решила может решить продать и вот на вырученные деньги как раз таки можно было запустить пару тройку ракет такие документы я думаю что у историков очень в цене ну в общем надо отомстить таки Путину за теракт в Киеве где например якобы от взрыва бытового газа а на самом деле от спланированной операции ФСБ погиб один человек но сейчас не об этом по Новороссийску не надо ударять сейчас надо доштаться середины лета ну то есть июля ну июля и даже конца лета августа когда в Новороссийске будет много туристов а потом вы дарите всех стволов по этому городу давно пора берегите жители Новороссийска покупайте скорее бункеры к вам летят украинские ракеты Нептун сотрудники ФСБ пришли с обысками в управление лесами Алтайского края информации тут сгульки нос лишь сообщают о том что возбуждено уголовное дело по статье 286 уголовного кодекса Российской Федерации превышение должностных полномочий мы можем строить лишь догадки в частности сообщается о том что был задержан начальник управления лесами Владимир Черных ранее ФСБ арестовала главу министерства природы Осетии по аналогичному делу из-за превышения полномочий и на его примере можно догадаться что не так сделал Черных на Алтае и так глава Минприроды Северной Осетии Чермен Мамиев нанес ущерб государству важные 40 миллионов рублей Мамиев как и его коллега на Алтае Черных подписал акты о приемке выполненных работ справки о стоимости работ счета на оплату содержащие абсолютно лживые ложные сведения об выполнении работы по ликвидации негативного воздействия на окружающую среду то есть это все не банальный распил леса или откат а вредительства связанные с экологией благодаря таким людям в России нечем дышать и реки загрязнены но это там в Северной Осетии отчтожена Алтае Черных по некоторым сведениям сразу скажу неправдивым но может быть и правдой оказаться Черных сотрудничал с криминальными фигурантами да и фигурами Алтайского края которые занимались вырубкой леса и продажей его в Китай лично Черных занимался не просто вырубкой леса а сожжением лесного массива скрывая таким образом вырубки леса своих подельников из криминальных фугов жена кстати ученых китаянка не неизвестно по национальности или но во всяком случае по паспорту она китаянка и по гражданству тоже есть у нее в России прибыльный бизнес ну как у нее официально да у нее а на самом деле у черных какой бизнес мне стукачи из ФСБ не доложили не рассекречивают но понятное дело связанные наверняка с лесом причем чтобы понимать все преступления читы черных надо съездить на Алтай и увезти огромную поляну вместо леса читать черных активно рубила лес задолго до Авеста за что и поплатилось но конечно же на Алтае простые люди ликуют задержали еще одного казнократа но не стоит забывать что ФСБ занимается не только чиновниками которые наносят ущерб лесному фонду России на сумму 40 40 там 400 миллионов рублей но и местным жителям которые рубят тополя и тополя м ха-ха-ха-ха дальше если даже если местные рубят деревья на зиму для себя их все равно приговаривает к срокам вообще к теме леса и Алтая видел тут недавно по ТВ такую картинку значит Алтай какая-то горная девушка а там вот эти сосны и пихты словно как будто свисают с коры очень красиво но эту красоту рубят чиновники на казню почему ФСБ занялось именно алтайскими чиновниками а например да и не восточными где вырубка лесов достигает больше объемов чем на Алтае здесь как раз все всем ясно Алтай берегут как убежище элит ходят различные слухи об тайном бункере Путина на горе Ямантау что расположено как раз на Алтае чтобы попасть в этот бункер и чтобы построить да наверное ну в общем этот бункер чтобы поддерживать этот бункер в функциональном состоянии власти власти россии готовы закрывать глаза на вырубку леса где угодно у себя в стране но только не на Алтае вот и арест товарищ черных а китайским лесорубам отдали на раздел другие районы нашей страны вот так подло работает система а вообще мораторий на вырубку леса как в Норвегии тогда ФСБ не придется заниматься черных и вырубкой лесов а сосредоточиться на борьбе с терроризмом например до такого моратория пока что не предвидится поэтому делайте выводы господа делайте ваши ставки на то кто еще будет арестован и где еще вырубут нагло лес продолжаем тему связанную с Украиной да да на Незалешной оценили шансы победить Россию в войне и сразу вас огорчу Украина не может победить в войне с Россией ну все следующая тема шучу ну что ж Украина не может победить Россию так считает министр транспорта в прошлом Евгений Червоненко вот его слова цитата никогда мы Россию не не победим экономика Украины не позволит нам это сделать у России больше ресурсов так считает абсолютный пораженец Червоненко и тут же залопили российские эксперты Червоненко сравнил Червоненко тоже пели российские эксперты что Червоненко прав сравнил потенциал России и Украины в военном плане не сопоставим Россия победит и довольно быстро ну что ж давайте разберемся во первых победа Украины уже в том что они часто говорят 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 в России причем украинская повестка дня превышает российскую раз слова бывшего министра транспорта Украины печатаются российскими СМИ то есть если вдруг кто-то что-то бляхнул на Украине то это тут же в топе находится российских новостей это не победа Украины над Россией что любой чих с Украиной эхо отзывается и в России потом этот самый Евгений Чаровенко он просите кто правильно экс-министр транспорта а не боевой генерал не слушатель Академии Генштаба Украины даже он не был на Донбассском фронте русско-украинской войны как он может вообще размышлять о войне но тем не менее его печатают российские СМИ чтобы понять чтобы понять Украину чтобы понять Украина выиграет или проиграет войну надо взглянуть на линию фронта и заглянуть в историю русско-украинской войны 2014 года и по сей день а что же мы будем видеть там в этой истории Украине и России вооруженным путем при поддержке батальонов Азор и Айдар удалось вернуть такие города как Славянск Краматорск Углегорск и даже и другие города Украины да не все взять Донецк или Луганск не получилось но тем не менее это вовсе не прогрош в войне с Россией как заявил Червоненко это боевая ничья Червоненко вы видите на своих экранах Украине удалось отстоять Мариуполь когда на него двигались армата российских танков и зенитов так так что как минимум Украина в треск не проиграла в войне с Россией напомню таяли и правильно сделали все мы знаем какой в Украине все мы знаем какой в Украине транспорт эти ржавые богданы которыми маршрутками это язык не поворачивается назвать эти электрички 50-х 60-х годов 20-го века все это заслуга в кавычках как раз такого отъявленного пораженца и я бы даже сказал антиукраинского человека как Евгения Червоненко этого пророссийского и в чем-то как раз я и говорю антиукраинского политика Украине как и России в 18-м веке чтобы победить превосходящего по силам и следствам противника нужна женщина во главе государства ну про Россию я имею ввиду про Екатерину конечно а касательно Украины я имею ввиду Юлию Тимошенко почему же Юлия способна навести порядок а потому что она возьмется железной хваткой в своей железной косе вот таких вот замужланов как Червоненко а точнее наведет порядок наконец-таки на линии фронта это может сделать лишь я обрешу в этом Юлия Владимировна Тимошенко не Юлиенский не Порошенко не даже этот там как же его Беня Николомойский только Юля способна но не Татьяна Монтян же в самом деле а подобному альфа-самцу Евгению Червоненко это как раз таки и не нравится вот такие люди как Червоненко привыкли командовать вот и сдали Крым но хоть так вас начали отстаивать так что чтобы победить Украине в войне с Россией Украине нужно конечно же грамотное руководство а не артист комик и не олигарх шоколадный но переходим к следующей теме да Яндекс и Сбербанк Яндекс и Сбербанк Яндекс Яндекс кстати говоря да пользующие Яндекс и Сбербанком а не ВТБ это частично бывает в мейлеру но это все так ответвление от темы значит короче Яндекс и Сбербанк объявили о разрыве разделе активов у них два совместных предприятия Яндекс Деньги и Яндекс Маркет Яндекс Деньги отойдет Сбербанку сейчас у него 75% акций этой компании Яндекс Маркет останется у Яндекса который выкупит долю Сбербанка в размере 45% акций сумма сделки для Яндекса составит 42 миллиарда рублей Асбербанк 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 выкупит долю у Яндекса за 2,5 миллиарда рублей взаимовыгодное сотрудничество компании на лице сделка будет осуществлена в третьем квартале этого года Яндекс хочет реализовать новую стратегию компании интернет-торговли Асбербанк просто избавляется от ненужных активов в эпоху коронавирусного кризиса но прячет это решение за формулировкой развития экосистемы банка а как красиво условия сделки Яндекс должен привлекать 80 миллионов долларов инвестиций попутно реализовав акции на сумму 200 миллионов рублей в равных долях тремя инвесторам ВТБ этому папику Костину которые мутят Смаиля Скорзаде достанется акции Яндекса в том числе акции Яндекса достанутся и Роману Аркадьевичу Абрамовичу а также торговые сети Азбуков курса но тут понятно эковаринг чтобы был так называемый новые владельцы акций Яндекса обязуются не продавать их в течение аж трех лет и не увеличивать свою долю Яндекс системы чтобы Яндекс оставался независимой компанией про обязанности Сбербанка в этой статье в ведомостях ничего не написано ничего не говорится но я напомню что Сбербанк внес существенный клад в становление Яндекса как IT-гиганта Сбербанк стал партнером Яндекса еще в далеком 2009 году в Нью-Йорке тогда Сбербанк приобрел золотую акцию Яндекса за всего-то 1 евро она давала право Сбербанка наложить вето на продажу 25% акций Яндекса в 2012 году Яндекс и Сбербанк создали совместные предприятия предприятия Яндекс деньги и Яндекс маркет но теперь пришло время расставаний ибо Сбербанк ибо председатель Сбербанка Герман Гриф не смог выполнить свое обещание а именно построить на базе Яндекса маркет российский Амазон почему так вышло ответ прост Амазон частная компания от и до Сбербанк принадлежит правительству Российской Федерации и занимается отмывом средств членов правительства и администрации президента да это высокотехнологический банк но занимается он тем не менее отмывом средств и все однако еще до конца непонятно кто больше выиграет от разрыва айти сделки Сбербанк или Яндекс но ясное дело что у Сбербанка крыша в виде Путина и Мишусина а Яндекс мешает Раблеру Мэлру и другим конкурентам так что скорее всего Сбербанк останется в плюсе но Яндекс не будет отчаиваться и сможет переформатировать Яндекс деньги под свои нужды но Яндекс постоянно подвергается критике не стоит забывать со стороны как раз таки Владимира Владимировича Путина за то что компания зарегистрирована в Нидерландах а не в России и хотя тут с третьей стороны если бы Яндекс был бы зарегистрирован в России то его бы давно было жаль в ФСБ но все равно критика президента открывает широкие возможности для правоохранителей мешать Яндексу и его акционерам в России так что Сбербанк мудро избавляется от активов в Яндексе а вот к Сбербанку конечно таки Путин относится более лояльно и даже закрывает глаза на то что Сбербанк не работает в Крыму и даже более того признает Крым украинской территории с налогообложением в Киев это более серьезное преступление конечно чем у Яндекса но президент на это закрывает глаза потому что в Сбербанке он держит свои активы позволяя Герману Грефу проводить такие вот невнятные штучки нелогичные с точки зрения Кремля сделки в пост коронавирусную эпоху хотя почему именно пост коронавирусную в коронавирусную эпоху конечно же вот такая вот сделка была да на этой неделе заключена аэрофлот с июня выполняет эксклюзивные рейсы за границу несмотря на запрет помните да ту историю когда вылетали высылали и вылетали наших дипломатов из Техии а за ним в течение 8 часов пролетели баэрта аэрофлота в то время как обычным россиянам где-нибудь в Камбодже в Индии приходилось ждать самолета 8 дней то есть аэрофлот для своих начальников и видных випперсон старается а для обычных граждан он держит за челядь за мразь вот и все котируем можно за челядь за челядь держит он рядовых аэрофлот граждан которого можно угрохать как раз таки как летом прошлого как летом как в мае прошлого года в аэропорту Шереметьево но довольно реликий и так аэрофлот выполняет эксклюзивные рельсы во Франку Париж Лондон Нью-Йорк Сеул и Тель-Ариф кого он ведет на этих бастах не сообщается но ясное дело что не простых людей ибо границы по всему миру пока закрыты из-за коронавируса но аэрофлот скрывает эти рейсы випперсон они записываются на на как чартные то есть частные рейсы а как рейсовые и выполняются а как они да аэрофлот скрывает эти рейсы они записываются как не как частные а как рейсовые и выполняются в то время в которое до коронавируса выполнялись обычные рейсы в эти города то есть еще раз шиш вам обычные граждане а не рейс а вот для топ-менеджеров топ-компаний даже в условиях закрытия кризис всегда у арофлота найдется местечко и бот будет припаркован продажа билетов на такие рейсы носит эксклюзивный характер то есть купить его может только тот человек у которого есть вид на жительство в другой стране а это например Владимир Рудольфович Слоев и понятно почему такие рейсы аэрофлот скрывает скрывает не боже называть себя патриотом и просто летать за рубеж не просто летать за рубеж а иметь там вид на жительство но ведь летают так еще как теперь вместо обычных регулярных рейсов также аэрофлот оформляет эти рейсы для вип-персон как грузовые перевозки да и летают наши патриоты не на каких-то там туполях а почему-то на аэробусах и боингов но из-за коронавируса и это все держится в страшном секрете потому что для рядового гражданина путь за рубеж пока закрыт и неизвестно откроется ли он вообще а тут тайна и рейсы аэрофлота для сильных русского мира всего недаром наша власть за штукатуривает закрывает мавзолей Ленина на параде секциями не потому что Путин видит в Ленине заучно конкурентно а потому что сама идея его плетит идея равенства для всех Путин фактически мы знаем его белые взгляды на жизнь которые и вот эти самые новоиспеченные белые которые зажжут других людей но тайна как раз таки летают за рубеж тем самым правило нарушают меры по самоизоляции и повышают вероятность очередной вспышки коронавируса в стране фактически действия аэрофлота носят угрозу национальной безопасности страны также внутри россии вип-персоны летают бортами министерства обороны когда были закрыты аэропорты вот например Игорь Шувалов нагло летает за рубеж в коронавирусную эпоху для него и для его жены границы открыты а не для вас убогая челюсть как считает вас в аэрофлоте сидите дома летайте с максимальным дискомфортом если вообще полетите куда-нибудь а вип-персоны вместо за вас будут летать парадный расчет закончился в госпитале стали известны последствия нападения рядового на автомобиль ФСО громкий скандал случился на параде победы на том самом параде победы на котором приехали все мировые лидеры стран СНГ и то это бригады в поселке в поселке Мосринген а также в Алабино гвардеец Еременко этот герой нашего времени маршировал наравне со всеми с ночи до зари сослуживцы к нему относились хорошо стоит это конечно же подчеркнуть чтобы не думали что это все из-за детовщины за неделю до проведения парада психологи забраковали Никиту Еременко проверив его еще раз семейные связи и контакты с людьми тут стоит отметить что психологи то не простые а из контрразведки ФСБ были вот никак у них шпионов все не получается ловить да не получается как-то иностранные разведки превосходят российскую контрразведку и в плане технического оборудования и в плане творческие мысли проводимых спецопераций внутри страны страны вот и вот и остается контрразведки ФСБ шишить дела за шпионаж то сотрудник то ученым из НИИ то полковникам министерства обороны за ее взгляд на российскую действительность и самим ученым около здания министерства обороны а здесь вообще контрразведка ФСБ умудрилась препятствовать рядовому мотострелковой бригаде выйти на парад которым он готовился полгода что наводит на мысль о том что если родители твои пока ты служишь в армии не дадут на лапу чекистам бабло то даже на парад тебя не пустят на этот парад всей как я назову парад всей российской нечисти тебя хрен пустят под любым предлогом если ты не заплатишь ФСБ то есть коррупция в России есть даже на параде победы и не только в виде каких-то стелл листовок эмблем эмблем там этих самых расход на топливо а еще в виде отстегивания рядовым сержантам ну и офицерам ФСБ за то чтобы те допустили их маршировать к параду победы то есть коррупция в России еще даже на параде победы есть ФСБ решает за бабло кому выйти на парад а кому нет однако стоит похвалить командование батальона 27 мотострелковой бригады которые не подчинились чекистам чекистским мразям и выпустили Еременко на парад пусть в качестве резервиста за что Еременко получил медаль участник парада победы которая ему дана Министерством обороны фактически за диверсию против ФСБ Еременко мечтал отомстить чекистам за то что его сослуживцы пойдут на парад а он останется в резерве но наверняка его севью еще в чекашнике раскулачивали так что Еременко пошел мстить за себя за деда за прадеда за свой батальон за все вооруженные силы этим чекистам Еременко прикладом финтовки Мосина развил два стекла в автомобиле Volkswagen Transporter который я напоминаю что немецкая машина где сидели чекисты наблюдают за парадом победы над кем над Германией что добавляет шика и шарма в эту историю браво Еременко домой власть чекистов все молодые люди в возрасте 22 как раз такие 23 лет озлобили сейчас на ФСБ за то что те покрывают путинскую власть и пытают сверстников Еременко шокером я конечно по приговор по делу сети но к большому сожалению в автомобиле Volkswagen транспортер находились вовсе не агенты ФСБ а агенты ФСО и Еременко об этом увы не знал увы он не разобрался до конца во всех этих госорганах и госучреждениях России которых наплодили масса и они крайне неэффективны и в итоге причинил вред не тем людям увы оттуда вывод если вы планируете месть вы планируете тщательно с тем что мы не пострадали невинные поэтому надо было конечно Еременко посоветовать подшить здание ФСБ а не в машине правда неизвестно кто может быть ФСБ а может быть и не ФСБ находится так что Еременко об этом должен был знать конечно и в этом его действительно упущение но этот инстинкент послужил поводом очередной грязни ведомств между собой ФСБ слиться на ФСО и на балот а следственный комитет проверит всю 27-ю мотострелковую бригаду и наверное найдет в ней как всегда нарушения а батальон Еременко расформирует действительно очень жаль что в той машине Volkswagen транспортер находились не сотрудники ФСБ а ФСО Еременко теперь грозит крупный штраф вот чем на самом деле запомнился парад победа местью чекистам со стороны народа и простых людей в форме рядовых ну а на этом все пойду бить стекла сотрудникам управления ФСБ по Собожской области пожелайте мне удачи всем пока пока сегодня была просто чумовая программа эээ да пока 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 пока